Лука, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела вас попросить рассказать очень кратко, о чем была ваша лекция для тех, кто не имел возможности присутствовать на нашей конференции в КС. К сожалению, у меня было не так много времени, поэтому мне пришлось в огромном темпе все это рассказывать. Тем не менее, основной посыл – это изменения, которые произошли в бизнес-процессах закупок наших клиентов, и как мы должны им соответствовать, какие инструменты нам нужно внедрить, каким образом это настроить в компании. Некоторые вопросы, которые касались маркетинговых стратегий, в основном это две стратегии – это рыночная стратегия и, собственно говоря, маркетинговые стратегии. Процессы, которые нужно внедрить, как нужно изменить структуру компании, чтобы соответствовать сегодняшней ситуации на рынке, и какие ресурсы можно задействовать, и какие вопросы, соответственно, в этой области тоже нам необходимо поставить перед компаниями, перед судьбой маркетинга, для того, чтобы прийти к тому результату, который нам нужен. Сейчас, в течение нашей конференции, очень много говорилось про инструменты, про дириджевые инструменты, про технологические инструменты, и, в том числе, высказывала смысл о том, что маркетолог сегодня – это не гуманитарий, но, скорее, технический специалист, такой, своего рода гид. Что вы говорите? Маркетинговые предметами или… Ну, говорилось не так много, на самом деле, про инструменты, по-моему, я первый начал говорить, вот, если уж так честно говоря. Маркетолог сегодня – это генеральный директор. Он должен принимать, он вынужден принимать решения, которые до эпохи, до Google принимались на уровне топ-менеджеров и генеральных директоров. Если мы остаёмся в старой парадигме, она неплохая, она хорошая, если мы остаёмся в старой парадигме, когда у нас главным были эти маркетинговые коммуникации, какие-то инструменты, которые считались, вот эта вот аббревиатура РОИ, на которой просто все молятся, если мы остаёмся вот там, в рекламе, в коммуникациях, то мы неизбежно отстаём. Потому что сегодня, как уже отмечалось, что было отмечено, что сегодня нам нужно бороться за долю рынка, а не какими-то вот коммуникационными вещами. Мы можем бороться только за эту долю уже изменением своей собственной структуры, изменением внутри компании и, соответственно, изменением ролей и функций как службы маркетинга, так и службы продаж. То есть акцент на бизнес-процессы, акцент на логистику, конечно, бизнес-процессы в первую очередь. Продукт никуда не делся, вот как бы вот так и остался. Что вы думаете, в принципе, о ситуации, маркетинговые коммуникации? Это ужас, это кошмар, конечно. Это же ужасная ужас. Но тут проблема не в том, что в маркетинге, в отношениях людей маркетинга, в отношениях маркетинга people маркетинга. Проблема. Это как раз требование того, что нужно менять структуры, нужно менять, вводить новые процессы, менять структуры, менять, переучивать людей, да, сейлс-менеджера в первую очередь, переучивать. А что может помочь? Тренинги? Консортное агентство? Может помочь понимать смысл происходящих изменений. До сих пор мало кто говорит, очень давно говорят, что вот все изменилось, рынки поменялись, поменялись потребители, но никто не говорит, как они поменялись и почему они поменялись. Точнее говорят, но не поэтому все это произошло. Мы еще, да, проблема в том, что маркетинг people, он не пришел к пониманию вот этих изменений, что на самом деле изменилось, как изменилось и почему оно изменилось. Но у меня на это не было вредно, к сожалению. Поэтому следите за рассылками, может быть в ближайшем будущем. Будет какая-то моя небольшая двухчасовая лекция, да, совершенно бесплатная, поэтому не будем приходить. Хорошо. И последний вопрос. Что Вы думаете о таких мероприятиях, как сегодняшних мероприятиях, стратегии электрофонаркозы? Ну, я вообще очень скептически отношусь к любым мероприятиям. Поэтому я не могу ничего сказать хорошего, но плохого я тоже не могу сказать. Собираться нужно, нужно обмениваться мнениями, нужно знакомиться, нужно говорить о своих мыслях, обмениваться именно с другими людьми. И из-за этого мы можем найти какие-то точки, которые, точки роста, которые до этого мы просто не замечали. Вот это касается всех мероприятий. Я, например, на них нахожу то, что называется бенчмакинг. В общении, слушая других людей, проговаривая с ними, именно вот из бенчмакинга можно найти что-то. И последний вопрос. В каком конъектном заведении? Ну, терапия. Что ж, спасибо. 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 Спасибо.